здравствуйте дорогие друзья на связи дмитрий николаев приветствую вас всех на своем канале сегодня у меня очередная посылка с китая с магазина banggood магазин banggood.com предоставил мне для обзора на моем канале вот такую беспроводную мини клавиатуру с сенсорной панелью за что им большое спасибо вот так выглядит коробочка от этой беспроводной клавиатуры далее тут сзади коробочки нанесены ее характеристики основные и эта клавиатура от компании mantis tech давайте распаковывать коробочку и смотреть и проверять тестировать саму клавиатуру так вот таким образом выглядит клавиатура для обзора мне прислали только с английской раскладкой клавиатуру ну возможно если с русской раскладкой уточняйте у менеджеров магазина banggood легкая клавиатурка 100 грамм она весит 150 миллиметров длины 98 ширины 20 миллиметров толщины как написано на странице с товаром эта клавиатура поддерживается в операционных системах windows всех версий и ос и android радиус ее действия 10 метров с клавиатуркой шел вот такой мануальчик с которым расписано что за что какая кнопка отвечает и пока не подключал в нее батарейки и ее саму к своему android и боксу давайте разберем сразу основные кнопки вот эта первая кнопочка отвечает это старт меню 2 email следующая по значку видно резкое отключение звука это левый клик мыши дальше идет соответственно отсюда правый клик мыши вызов браузера кнопочка возвращение домой на главную страницу я не знаю если это android то лаунчера и кнопочка поиска вот эта часть в основном видно что громкость вверх громче низ тише перемотка вперед назад и воспроизведение и пауза ну а вот этот джойстик с подтверждением кнопки ok для разнообразных функций в разных приложениях играх нужды его по-разному применяются как написано на странице товаром 360 градусов то есть как бы мы ее не вертели в на расстоянии 10 метров все должно работать четко и плавно вот этот сам этот тачпад тут у нас когда мы вводим то соответственно также вводится указатель мышки на экране вот этот скроллинг типа колесико мышки вперед-назад посмотрим протестируем ну дальше идет принципе по большому счету ничего необычного обычная клавиатура с буквами цифрами то единственное что вынесено сразу вот большая кнопка 3w и если нужно сразу точка ком сзади клавиатуры вот такие два держателя под руки под пальцы в принципе удобно лежит в руках вот с торца клавиатуры включения выключения ползунок тем не менее как написано в описании к этой мини клавиатуры если ею не пользоваться по моему в течение минуты она уходит в спящий режим тем самым не разряжает аккумуляторы или батарейки таким образом снимается первая часть и вторая ну естественно гнезда для включения аккумуляторов и usb приемничек на 2 и 4 герца сейчас я возьму аккумуляторы попробую их подключить один сюда 2 также сюда включилась клавиатура мы видим что загорелся диодик и сразу выключилась потому как не нашла вот этот подключенный usb адаптер пока выключаю итак переходим к android tv box и подключаем клавиатурку в android tv box вот мой be link вот этот адаптер подключаю в usb и включая саму приставку практически вообще сразу нашла клавиатура приставку я сейчас покажу как только я начинаю водить по тайпаду загорается обратите внимание красный диодик сейчас не в резкости но вот посмотрите вот только я убираю палец красный диодик перестает мигать очень хорошая действительно очень хорошая чувствительность очень четко сейчас я попробую например перейти до в настройки то есть даже не нужно нажимать на кнопку левой кнопки мышки которая вынесена отдельно прямо по тайпаду нажимаю вот например выбираю общие и нажимаю один раз по тачпаду и уже выбирается общее то же самое вот скроллинг этот типа колесико мышки отлично на тачпаде работает на самой клавиатуре сейчас попробую нажать кнопку дом все вышло на главное меню на самой клавиатуре нажимают кнопочки все прекрасно работает единственное что конечно это то что нету русской раскладки клавиатуры а так конечно прекрасно все работает так вот я нажал на кнопку поиска запустилась у меня вот эта виртуальная клавиатура от андроида при нажатии на кнопку поиск для игр скажем так эта клавиатура средненько подходит потому как управление самой клавиатуры в принципе как вот например на обычном персональном компьютере то есть w вперед x назад а влево d вправо по моему мнению больше всего она подходит для просмотра фильмов мультфильмов iptv каналов в браузере удобно ею пользоваться это естественно чтобы была и русская раскладка ну давайте например fs видео бог запущу вот этот фильм запущу сейчас я пользуюсь нажимаю на сенсорную панель ну вот запускаю этот фильм вот отсюда с клавиатуры прямая нажимаю на вот эти кнопочки то есть это у нас звук громче это у нас звук тише также самое посредине кнопка пауза сразу видео стоит на паузу ну тут вообще все очень удобно в этом правое нажатие на правую кнопку мышки выходим отсюда для этих целей она конечно очень удобно все-таки для игр я считаю что нужен или хороший air пульт или лучше всего это конечно джойстик также если не пользоваться сенсорную панелью можно пользоваться правым джойстиком просто переходя вот так по разделам выбору разнообразных вот например я выбираю это нажимаю на кнопочку окей выбрался фильм или там передача опять таки перехожу вот по разделам и включаю любую серию передачу вот резкое отключение звука кнопочка работает все отлично клавиатура недорогая клавиатура мне за свою цену понравилось я буквально минуту до нее не затрагивался она уже ушла в спящий режим вот сейчас я по сенсорной панели поводил все она проснулась вот я развернулся вообще противоположную сторону сейчас смотрю нормально курсор работает как и говорилось в описании на странице с товаром на этом все еще раз большое спасибо магазину banggood за предоставленный товар для обзора на моем канале ссылочка на эту беспроводную клавиатуру будет в описании под этим видео роликом а я на сегодня с вами прощаюсь всем спасибо за внимание на связи был дмитрий николаев ставьте лайки подписывайтесь на канал всего всем хорошего до скорых встреч до новых встреч